Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос по делу» в студии Нина Приходько. Сегодня речь пойдет о проблемах трудоустройства в кризис. У нас в гостях адвокат Олег Сергеевич Понасюк, председатель Ростовской региональной молодежной общественной организации «Молодые юристы Ростовской области», заведующий филиалом номер один Ленинского района, Ростовской областной коллегии адвокатов имени Баранова. Здравствуйте! Олег, первый вопрос. Как Вы оцениваете ситуацию на рынке трудоустройства в целом, и в частности с молодыми специалистами, выпускниками? Никому не секрет, что на сегодняшний день действительно в период такого сложного экономического кризиса проблемы на рынке труда имеются. Но они конкретно касаются тех специалистов, которые уже среднего возраста, от 35 лет и выше. Пенсионеров, грубо говоря. Ближе к пенсионному возрасту, где имеются уже многие предприятия за счет этого кризиса сокращают численность штатов, делают некую такую подчистку кадров. Оптимизацию штатов. Оптимизацию штатов, да, за счет вот такой экономической ситуации. Если говорить о молодых специалистах, то мнение нашей общественной организации, специалистов нашей общественной организации таково, что кризис не влияет. Не коснулся молодых. Не коснулся, абсолютно верно. Но проблемы есть? Проблема как была, проблема так и осталась. Что до кризиса, что после кризиса, потому что мы проводили большой мониторинг рынка труда, общались и с работодателями, и общались с представителями рекрутинговых агентств и центра занятости. Поэтому проблема как была, так и есть. Просто есть определенные субъективные причины этому, как со стороны работодателя, так и со стороны потенциальных работников. И в чем проблема? Ну, в первую очередь, тут две стороны. Если мы рассмотрим проблему со стороны работодателей, то процентов от 70 до 80, это что показал наш мониторинг, да, и вот такое социальное анкетирование, социальный опрос, то запрос работодателя, если мы говорим о специальности юриста, как таковых, которые являются нашими членами общественной организации, студенты и выпускники, то это стаж, то есть требования работодателю, интересно принять юриста, у которого есть стаж, и этот стаж он составляет от трех лет. То есть очень большой процент директоров, предпринимателей, интересно взять себе на работу юриста, у которого есть как минимум три года стажа. Соответственно, проблема, теперь сторона студентов, выпускников, потенциальных работников, здесь запрос, здесь еще несовпадение их представления о работе, да, и реалиями. То есть, конечно, это запрос заработной платы, то есть и ожидания. То есть все понимают, что если на примере юриста ты получил образование юрист, да, ты можешь работать в любой специальности, да, можешь в любой отрасли, но у всех понимания, всем хочется сразу большую заработную плату. И мы сколько проводили встреч со студентами, мы общались, у них был прямой диалог, в том числе с присутствием и организации работодателей, союз работодателей. Конечно, здесь запросы очень велики. Какие? Ну... Средняя зарплата у нас в Ростовской области средняя, 25 тысяч. Это средняя, но минимум, от которого студенты у нас планируют, это 30-35, это самый минимум. Это минимум. Это девочки, если мы говорим... До среднего уровня нужно еще дорасти, да, Ростовская область? Конечно. А если говорить о ребятах, то, ну, как глава семьи, конечно, они 50 и 70 и выше. То есть, конечно, вот это вот несовпадение, несостыковка, да, запрос у студентов, потенциальные взгляды на будущую свою профессию и запрос работодателей, вот это является вот таким вот пробелом, вот так не соединяются вот эти звенья между собой. Есть какие-то решения этой проблемы со стороны Вашей организации, какие-то пути? Конечно, есть, да. Во-первых, мы проводим на сегодняшний день в Ростовской области такую политику просветительскую. То есть, мы проводили не ряд таких знаковых мероприятий, где присутствуют работодатели, и мы считаем, что их нужно сделать регулярными по формированию вообще у студентов. Представления о жизни, о реалиях, о будущей профессии, о их запросах. Поэтому мы и занимаемся именно со студенческой скамьи. То есть, сейчас, учитывая то, что бакалавры, да, 4 года обучения, мы занимаемся, стараемся со второго семейства, третьего курса и четвертого курса. То есть, полтора года, чтобы в нашей организации студент покрутился, он прошел многоуровневую систему стажировки. Именно стажировки, то есть, это уже будет практически багаж? Конечно, конечно. Это не практика, которая предусмотрена, ну, программа образования. Это некая другая ступень, это фактическое погружение студента в профессию. И фактическое погружение это связано, действительно, с оформлением, заведением личных дел. То есть, это серьезный подход уже идет к студенту. И студент это понимает. И когда он за полтора года у нас пройдет по системе стажировки, поработает в адвокатуре, поработает в службе судебных приставов, поработает в мировом суде, да, в должности секретаря либо помощника, да, номинальной, поработает в арбитражном суде, в прокуратуре Ростовской области. То есть, он уже будет на момент выпуска, он уже профориентирован в своей профессии. Ведь фактически на деле получается как? Выпустился, вроде бы юрист, дипломированный. Куда идти? Пойдет, поработает, ну куда? Есть представление у всех о следователях. Вот в мою бытность, да, когда я обучался, все хотели стать следователями, расследовать дела, на это влияли фильмы все наши, и зарубежные, и наши. Ну, кто остается единицей, кто-то ломается, кто-то не понимает, насколько это сложная ответственная работа. Поработали там год-два, перешли куда? Пошли, пойдем в адвокатом поработаем. Пошли в адвокатуру. Поработали там помощником адвоката, покрутились, тяжело. Очень сложная тоже работа. Куда? Потратили год. Пошли еще, устроились в недвижимости. В агентстве недвижимости поработали юристом. Потратили тоже время. В итоге… Разочаровавшись. Разочаровавшись. Куда идем? В коммерцию. В коммерцию. Либо что-то продавали. Или водители такси. Вот у нас бывают адвокаты за рулем общественного транспорта. Очень часто. Вот это, кстати, результат того, что у нас, получается, государство, мы даем образование, а дальше у нас самостоятельный выпускник, он в поиске работы. От этого же страдает и профессионализм. Ведь если мы выпускаем в Ростовской области специалиста, то, по нашему мнению, его нужно довести и научить работать. Что же делать? Есть какая-то бесплатная консультация для будущих? Есть. Пусть обращаются все к нам. Вашу организацию? Конечно. Вашу организацию. Мы готовы безвозмездно все проконсультировать, как оформляться. И те же молодые уже наши члены общественной организации, они тоже окажут содействие, да, и проконсультируют, и как нужно трудоустроиться, и какие документы нужно подписать, в каком комплекте. В этой связи, да, стоит напомнить, что есть в Ростовской области, работает юридическая клиника при публичной библиотеке, да? Куда можно обратиться? Совершенно верно, совершенно верно. Юридические клиники, они тоже, это довольно-таки уже взрослый институт. А студенты могут? Да, отдельный такой. Могут обратиться, могут и студенты обратиться. И эти юридические клиники, они уже давно практикуются при каждом практически в УЗИ. Ну, где-то более активно работают, где-то менее активно работают. Поэтому они тоже фактически выполняют функцию юридической консультации, где студенты могут попрактиковаться и предоставить консультацию под надзором либо старшего преподавательского состава, либо практиков, ну, и предоставить соответствующую консультацию. Есть еще одна сторона этой медали, когда подкованный уже специалист, выпускник приходит и вот начинает, грубо говоря, качать права, да? Ну-ка, давайте мне договор. Как вот в этом случае не отпугнуть работодателя? Есть какие-то вот советы, можете дать? Вы знаете, все, наверное, возвращается к культуре общения, к этике, к подаче, как ты начинаешь разговаривать. Это играет, наверное, ну, процентов 60-70. Не секрет, я вам так скажу, что практически большинство судебных споров, да, почему не доходят до суда? Почему не доходят до споров тяжелых? Потому что есть непонимание, есть конфликт, в основе лежит конфликт. И конфликт либо межличносты, либо между группой лиц, между друг другом. Поэтому, если возникает какое-то непонимание, то оно, конечно, потом перерастает в плоскость, в правовую плоскость. И дальше любой мелкобытовой конфликт, он может прийти, привести к определенным юридическим последствиям. Поэтому вопрос подачи, он очень важен. Конечно, если прийти к работодателю и сказать, так, мне необходимо, вот я написал заявление, где здесь резолюция, где приказ о моем приеме, почему в приказе нету оклада моего, да, где трудовой договор, так, давайте трудовой, второй экземпляр давайте сюда, так, штатное расписание давайте, где правила внутреннего трудового распорядка. И можно так вот закидать, работодатель поймет, что он получает сюда не сотрудника, а, возможно... Большие проблемы. Да нет, ну, может быть, какой-то ревизор приехал, и тут, да, неизвестно, что он потом будет спрашивать. Ну, я считаю, как бы... Ну, это хорошо, если он так подумает. Если он подумает, что это ревизор, то он, наверное, будет осторожен. Ну, осторожен будет, но не примет, найдет все причины, чтобы не принять на работу. Поэтому мы полагаем, как бы, что в основном это вот грамотно уметь говорить, а если мы говорим о юристе, да, непосредственно в любой профессии, да, очень важно, как он общается, как он говорит, культура речи. Олег Сергеевич, спасибо вам большое, что пришли в нашу студию, нашли время. Я напоминаю, у нас в гостях был адвокат Олег Сергеевич Понасюк, председатель Ростовской региональной молодежной общественной организации «Молодые юристы Ростовской области». Я же с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова